Вот что пишет центральная пресса о потеряевке Игнатия Тихоновича. Это журнал «Охрана Министерства внутренних дел Российской Федерации. Департамент государственной защиты и имущества. 2006 год. Тираж 16500 экземпляров. Фотокорреспондент УВД Края Галенко Влад приезжал 27 лет. И Витунский. Потеряевки огни не погашены. Это материалы деревни верующих. Казалось бы, при чем здесь охрана? Но судьба одного из героев Игнатия Лапкина была связана с неведомственной охраной, откуда и ушел он на пенсию. Когда наступили перестроечные времена, одними из самых популярных стали материалы религиозные, церковные. Все, кому не лень, пошли к церковным и монастырским стенам, чтобы запечатлеть и описать их молящихся обитателей. Тех, кто не сеет Слово Божие в народ. Тех, кто несет Слово Божие в народ. Ничего предосудительного в этом нет. Человек, а тем более журналист, всегда стремится познать мир. Но оговорюсь, что меня поначалу меньше всего привлекала религиозная подоплека материала. Меня в первую очередь заинтересовала тема возрождения исчезнувших с географических карт русских деревень. Тех, которые когда-то составляли костяк России, основу ее благосостояния материального и крепости духовного. Бывав в командировках, я часто проезжал мимо мест, где когда-то были большие селения. Я знал их названия, видел разрушенные дома, заброшенное кладбище. И было страшно, что перестала существовать для многих моих соотечественников малая родина. То есть, то единственное на земле место, где человек родился и вырос. А правильнее сказать, место, где земля его родила и вырастила. И вдруг свершилось. Появились люди, которые захотели возродить свои родные места. Практически одновременно в двух бывших деревнях приступили к реализации своих планов восстановления отчих мест. Я делал репортажи из обеих деревень. Видел радость их новых жителей. Наблюдал за строительством первых домов. Хотелось данную тему освещать не с наскока, а глубоко. Не просто обозначить тему, а сформировать вокруг нее общественное мнение. Хотелось заставить читателя сострадать новым жителям. Я верил, что у них все получится. Они отстроят дома и будут жить. Но из двух деревень смогла отстроиться только одна. А вернее, выдержать все возможные бюрократические перепоны чиновников, пройти суды. Это смогли сделать только жители деревни Потеряевка. Наверное, благодаря их вере в Бога, она дала силы превозмочь многочисленные беды и напасти, и медленно, но неуклонно восстановить жизнь деревушки. В деревне под названием Сыра Пятого этого не получилось. Ее пытались восстановить самые обычные люди, склонные ко всем человеческим слабостям. В этом негласном соревновании победила целеустремленность верующих. Потеряевка Само название деревни предполагает ее оторванность от внешнего мира. Так оно и есть на самом деле. Неоднократно бывая в Потеряевке, я всегда добирался до нее с трудом. Чаще всего спрыгну с поезда на маленьком разъезде под Степновский. Шел 4 километра по раскишей после ливни полевой дороге. Если везло, то ехал на редакционном оазе, долго выясняя у встречных дорогу. А они, не понимая журналистского интереса к попам, так называют потеряются в окружающих деревнях, с неохотой указывали нужное направление. Мой последний материал из деревни был 7 лет назад, и все эти годы хотелось наведаться. Посмотреть, как же у них там, что с ними. Звонок по телефону и ответивший на том конце провода Игнатий Тихонович Лапкин говорит мне. «Приезжай в ближайшее воскресенье, у нас праздник, возрожденный потеряевке 14 лет». Вот так, убедившись в очередной раз, что ничего случайного в этом мире не бывает. А как еще объяснить, что позвонил очень вовремя? Я отправился в очередное путешествие к героям своих материалов. Перед въездом потеряевку стоит табличка. На территории деревни курить запрещено. Добавлю еще, что в деревне не только не курят, но и не пьют, не сквернословят. Прежде чем потеряевке возродиться, она должна была исчезнуть. А история у деревни солидная, начавшаяся еще в 1818 году, когда добрались до этих мест поселенцы из Рязани и назвали свой поселок по фамилии старейшего поселенца. В 1926 году здесь насчитывалось 81 крестьянское хозяйство. 176 душ мужского и 169 женского пола. Исчезала зажиточная деревня долго. С 1930 года, когда первые 7 раскулаченных семей отправили по этапу. Их имущество, скот, амбары с зерном, добротные дома стали общественными. Добило потеряевку в 1971 году постановление об укреплении сел, практически означавшее насильственное выселение из непрерспективных деревень. Методы известны. Закрытие в деревне школы, магазина, отключение электричества. В числе последних уезжала многодетная семья Лапкиных. Покидали деревню с надеждой когда-нибудь вернуться. Только спустя 20 лет, благодаря братьям Лапкиным, пришло время возрождения потеряевки. Жизненный путь братьев складывался непросто, но они всегда жили с верой в Бога. Игнатий Лапкин успешно окончил строительный техникум. С его прекрасной биографией, хорошими отметками, он был направлен на работу в МВД, в исправительные лагеря прорабом. Работал с заключенными, строил различные объекты. Затем был призван в армию, а так как он был верующий, с ним проводилась соответствующая по тем временам борьба с инакомыслием. Борьба закончилась тем, что отправили Лапкина из армии с диагнозом велотекущая шизофрения. А шизофреник поступил в Рижское мореходное училище, из которого, опять же, пришлось уйти из-за религиозных убеждений. Загранплавание, таких как он, выпускать не разрешалось. Тем более, что шизофреник за несколько месяцев умудрился изучить английский, французский, испанский, латинский языки. Игнатий Тихонович уезжает в Барнаул, где окончательно избирает путь христианского проповедника. На официальную работу устроился в январе 1972 года сторожем Алтай-хлеб-продукта. Много работает с историческими материалами, создает труд, тайна беззакония в действии. Распространяет начитанную на магнитную ленту архипелаг ГУЛАГ Солженицына. В ноябре 1979 года завершает еще один свой труд Иоанн Златоуст, представляющий собой толкование Библии и записанное, опять же, на магнитную ленту. Тысячи магнитных лент расходились по стране. В итоге, в мае 1980 года, был арестован, сидел в тюрьме, затем помещен в Кемеровскую психиатрическую больницу. Но, освободившись, Игнатий Тихонович и не помышлял прекращать свои проповеднические деятельности. Очередной арест и суд уже перестроечное время, в 1986 году. За проповедническую деятельность присудили два с половиной года. Из Джамбульского лагеря был освобожден в марте 1987 года, когда по указу Президиума Верховного Совета СССР были освобождены все 210 политзаключенных страны. И он в том числе. Однако, надо было устраиваться на работу, кормить семью. Сотрудники милиции, железнодорожного РОВД города Барнаула всячески старались помочь Игнатию Тихоновичу под трудоустроиться. Но во всех организациях, посмотрев его документы, вежливо отказывали. Получив практически везде отказы, он обратился к офицерам милиции, которые предложили ему работать сторожем. Так Игнатий Тихонович вновь стал сторожем в отделе вневедомственной охраны при железнодорожном РОВД. Работал на совесть. Все знали, что на объекте охраняемым Лапкиным сохранность и порядок гарантированы. Через пять лет его реабилитировали. Так и проработал Игнатий Тихонович в охране до выхода на пенсию в 1999 году. Но все эти годы свои отпуска проводил он в родной Потеряевке. Моя первая встреча с Игнатием Тихоновичем состоялась летом 1990 года в православном лагере Стане. Стан дело особое в его жизни, его детище. Православный лагерь Стан обосновался на месте Потеряевки после того, как покинули деревню последние жители. Каждое лето здесь отдыхали дети верующих. Трудным было его осуществование в советские времена. Постоянное преследование привело поселенцев к нелегальной жизни подземелья. Мы совершаем своеобразную экскурсию, спускаемся в подвал. Раньше сюда был сделан тайный лаз, заваленный землей, дровами и бревнами. Каждый год сотрудники КГБ ходили со щупом, пытаясь найти лагерь. Но бревна им сдвигать не хотелось. Уж больно они лениво, и смеется Игнатий Тихонович. Даже сдвинув бревна, раскидав дрова и землю, найдя лаз, они обнаружили бы самый обыкновенный погреб с картошкой. Но стоило выбрать картошку, как с одной стороны поворачивалась стена и открывался сводчатый подземный тоннель с деревянным полом с светильниками на стенах. Тоннель заканчивался большим помещением, подземной церковью. Создавая тоннель и церковь, верующие работали по ночам, долбили грунт, вытаскивали его наверх ведрами. Сейчас здесь все обыденно, как в каком-нибудь общее хранилище. О том, как молились верующие подземной церкви, теперь можно узнать, лишь посмотрев документальный фильм, снятый режиссером Малашиным. Сейчас у нас свобода вероисповедания, нет больше гонений. Сидя на бревнах, наблюдая за жизнью лагеря. Бегают ребятишки, занимаются своими делами взрослые. Странное ощущение, будто я попал в 18 век. Женщины и девочки в всех платочках и длинных юбках. У мужской половины рубашки на выпуск, пояски, все мужчины с бородами. Только бейсболки на головах у некоторых напоминают о веке нынешние. Детей в лагере иногда бывает до сотни, со всех уголков страны. В мой последний приезд в лагерь здесь была большая группа из Красноярского края. В основном дети верующих. Многие из трудных семей бывают из детских домов. Игнатий Тихонович берет на воспитание всех. За время существования лагеря здесь были немцы, евреи, грузины, цыгане, греки, казахи, русские, украинцы. Не разделяясь здесь и по религиозным убеждениям. Бывают дети баптистов, пятидесятников. Самое главное это их стремление к вере. Плата за пребывание в лагере минимальная. Да и видя, из каких семей привозят детей, Игнатий Лапкин многих берет бесплатно. Да и еще каждому ребенку стараются здесь подарить что-нибудь из одежды или обуви. Жизнь в лагере расписана по утвержденному уставу. Подъем с восходом солнца. Почему так рано, чтобы встретить первые лучи солнца, пробежаться босиком по росе, умыться студеной водой, пробыть в единении с природой. Над головой проносятся ласточки, перебегают дорогу суслики. Все это западает в память ребятишек, лелеет в их душах ростки уважительного отношения к окружающему миру. В лагере проповедуется не только Слово Божье, но и учение о здоровом образе жизни. Единение с природой, свежий воздух, водные процедуры дают прекрасные результаты. За время существования лагеря не было случаев каких-либо серьезных заболеваний. Хватает детям и развлечений. Есть у них спортивная площадка, сделанная своими руками. Здесь имеется все, что необходимо для физического развития. Качели, канаты, турники, городочная площадка. Я искренне смеялся, глядя, как малыши осваивают ходули. Ребята постарше играли вместе с девчонками в футбол, бадминтон. А еще в списке развлечений катание на лошадях, на лодках, купание, сбор ягод и грибов. По пятницам разводят большой костер. Есть прекрасная видеотека. Обязатель в лагере ежедневный труд. Надо и воды нанести, и дрова напилить. Девочки помогают в столовой, на кухне. Все предели, все осознают важность своей работы. Столовой бросилось в глаза разделение детей. Сначала едят мальчики, только после них девочки. В рост купаются в пруду. Все остальное время вместе. Если цена девочки рубль, то мальчика 10 рублей, говорит Игнатий Тихонович. На мужчину возлагается все. Жилище, защита, кормление. Мы постоянно подчеркиваем это, давая понять, как девочки должны относиться к мальчикам. Мальчики же должны относиться к девочкам со всяким благоговением. В этом выражено стремление привить целомудрие, стыдливость, послушание, то, на чем воспитывали русского человека. Самое большое наказание для провинившегося запрет на приезд в лагерь следующим летом. Брат Игнатий Иаким Лапкин ослужил срочную службу в армии. В 1978 году, после окончания московской духовной семинарии, стал священником. Никогда не покидало желание вернуться в родные края, рассказывает Иаким Тихонович. Приезжал сюда и видел, как земля зарастает бурьяном. И мы с братом решили, пора начинать возрождение поселка. Весной 1991 года он приехал возрождать малую родину. Началом новой потерявки стали две палатки и участок земли, скопанный под огород. поселенцы стали готовить простейший строительный материал саман кирпич из глины. Заготовили около 7 тысяч кирпичей и за две недели сложили стены. Вот когда Иакиму Лапкину пригодилась служба в стройбате, где он был каменщиком. До остальных дождей успели поставить крышу, а осенью соорудили баню, скотный двор, выкопали колодец. Все своими руками, на свои средства, работая каждый световой день. Первый раз после двух десятилетий в Потеряевке зимовали ее жители. Братья Лапкины, их мама Мария Егоровна, племянник Ося, да еще живность на скотном дворе, куры, четыре гуся, три утки, две лошади и корова. Стоял только один дом, а весть о возрождении поселка уже пошла гулять по России. Стали приходить с письма с заявлениями на жительство от близких по духу и вере людей. Прослышали возрождение Потеряевки даже в Америке. Из Калифорнии приехал потрудиться на благо деревни бывший земляк, верующий человек Никита Орлов. Работал на совесть так, что даже лопата сломалась. И Аким пошутил, работать, мол, чем будем? Работать, чем будем? Ведь все в дефиците. В начале 90-х годов полки в магазинах пустовали. Пошутить-то пошутили, а Никиту Феоксистовичу это в душу запало. Через некоторое время после его отъезда прибыл в Потеряевку груз из из Калифорнии. Лопаты Кирки. Сейчас в Потеряевке появилось многое. Это уже настоящая деревня. Есть здесь электричество и телефон, медпункт, начальная школа, церковь, строятся добротные дома. Почти у каждого дома стоят автомобили и трактора. Среди живущих деревни люди различных специальностей. Врач, учитель, священник, агроном, компьютерщик, механизатор. Все они живут своим подсобным хозяйством. Для всех закон общинный устав. А главное, что их объединяет вера в Бога. Все здесь доброжелательны и общительны. Каждый день все потеряются и собираются на службе в храме. Нельзя не сказать об уставе деревенской жизни поселка, принятом общим собранием. Вот некоторые его положения. Дается разрешение на поселение тем, кто подтвердит, что он не курит, не пьяница, не матерщинник, не вор. Каждый член общины имеет право заниматься любой непредосудительной работой. Запрещается торговать спиртным, табачными изделиями, что-либо покупать или брать в обмен на ворованное. Следует беречь окружающую среду, не позволять никому сливать и разливать горючий смазочный материал на землю, мыть испачканные в мазуте руки и вещи у озера. Детей нужно особо беречь, если пошли по ягоды или купаться, нигде не оставлять без присмотра. В зимнее время прекращать приглашать потерявку людей, дабы кто не погиб в пургун степи. Даже есть в уставе пункт о том, что они должны по улицам бегать собаки и брехать попусту. Это смешно, но знаете, гуляя по деревне, я ни разу не услышал собачьего лая. За это в деревне могут и оштрафовать хозяина четвероногого и друзья человека четко выполняют устав. Голос жучка подаст лишь тогда, когда вы зайдете за ограду и приблизитесь к крыльцу. Работать здесь много, до самого позднего вечера. Работать не в тягость, а во славу Господа. Конечно, и отдыхают по воскресеньям и церковным праздникам. Как-то ранее мне довелось побывать на одном из праздников обряде крещения. Готовиться к нему весь год. Желающие пишут заявление о крещении, ищут поручителей и с этого момента они становятся оглашенными. Если оглашенный где-то отступился или сам почувствовал, что не готов креститься, то священное таинство отодвигается для него на целый год. Вечером накануне крещения проходит совет общины, на котором наиболее уважаемые люди заслушивают каждого из оглашенных и их поручителей. Я присутствовал на таком совете. Каждого разбирают очень долго, указывали на малейшие недостатки. Среди оглашенных было несколько человек зрелого возраста и несколько молодых, в основном девушки, студентки барнаульских вузов. Одна студентка социологического факультета государственного университета, другая светфака аграрного университета, третья учится на педиатрическом факультете Алтайского медицинского университета. Есть будущие экономисты, все учатся на старших курсах вузов и пришли сюда осознанно. На следующий день состоялось крещение. Потеряются и обитатели православного лагеря Стана долго молились в церкви, а затем начался крестный ход к пруду, где происходило основное ритуальное действие. Тихая прозрачная вода принимала с помощью отца Иакима оглашенных свои объятия. На берег они возвращались крещенными и счастливыми. В последний приезд, как уже указал выше, также попал на праздник, день рождения Потеряевки, все-таки 14 лет. А ведь когда-то власть имущие в такое, ни за что не поверили бы. Они твердили, что ничего у этих энтузиастов не получится. Чем будете питаться, где у вас люди работать будут? В день 14-летней деревни все жители собрались в храме на праздничную литургию. Звучала проповедь, состоялась общая трапеза в доме Иакима Тихоновича. А затем был концерт, поставленный своими силами. Звучали церковные песни, дети исполняли классические произведения на фортепиано, разыгрывали небольшие сценки. Создавалось впечатление, что собралась одна большая дружная семья. Да, их и можно назвать одной семьей. В деревне всего 16 дворов, 56 жителей. Семьи здесь многодетные, в которых от 3 до 7 детей. И ведь живут люди, не получая никаких бюджетных денег. Хотя нет, есть в деревне два человека бюджетника, преподаватели потеряевской школе. Детей в деревне много, и без школы никак. Числятся у учителя в штате, расположенной за 15 километров Корченской средней школы, где получают зарплату. Еще двое взрослых потеряевцев оформлены фермерами, то есть имеют хотя бы записи в трудовой книжке. Все остальные живут только уповая на свое подсобное хозяйство. Посетил потеряевцев в этот праздничный день и глава администрации Мамонтовского района, на территории которого расположена деревня Валентин Беляев. Он поздравил жителей, подарил ребятишкам футбольный мяч и школьную доску. Помощи не обещал, но обязательства не мешать, данные районными властями 14 лет назад обязуются сдержать. А больше потеряются и не надо. Есть в деревне свой бюджет, есть определенная денежная сумма, выносимая каждым двором ежегодно. Есть и такое понятие как десятина. По правилу все должны отдавать священнику в церковь десятую часть всех своих прибытков. От всех полученных доходов, от зарплаты, от пенсии, от торговой выручки. На это и удается жителям содержать свой храм, и школу, и даже недавно купили японский снегоход. Значит появилась еще одна неточка связи с внешним миром, и теперь можно и зимой по бездорожью проехать на разъезд к пассажирскому поезду. Непосвященному может показаться, что все легко и просто. Захотелось кому-то возродить деревню, и она как по мгновению волшебной палочки возродилась. Да еще такая благополучная, в которой не воруют, не курят, не матерятся, а живут так, когда и Бог всем бы нам жить. Но каких трудов стоило возрождение деревни, зная только братья Лапкины. Только они знают, сколько пришлось пройти чиновящих преград, и сколько еще предстоит пройти. Многие районные руководители, похоже, не очень приветствуют восстановление Потеряевки. То комиссии наезжают, как-то за одно лето целых 15 комиссий приезжало с проверками, то местные власти землю урезают. С трудом удалось отвоевать закрыть, лишив жителей Потеряевки единственной надежной транспортной артерии для связи с внешним миром, где пассажирский поезд останавливается один раз в сутки. Да и жители ближайших деревень не всегда поднимают потеряевцев, не нравятся им их добрые дела. В одну из ночей загубили у них лошадь, воткнули животному в спину металлические штыри. Игнатий Тихонович как-то расчистил у дороги родник табличку сделал, чтобы знали путники, где жажду утолить. Да кружки для них оставил, которая исчезла на следующий день. Он оставлял новые кружки, приковывал их цепочками, но результат был один и тот же. Теперь у родника посуду не оставляют. Похоже, трудно перевоспитывать безбожников. И остается потеряется еженедельно чистить родник у дороги, чтобы вода в нем была всегда кристальной чистоты. И вот я дома. Родной город встретил меня гарью и шумом, блатными тюремными песнями, радиошансон, звучавшими маршрутки. Слух резал отборный мат из уст подростков и красивых девушек, россыпи окурков, старшее поколение в поисках опохмелки. Я вернулся в цивилизованный мир. Владислав Галенко при службе ГВД Алтайского края фото автора. На фото Александра Морозова из Барнаульского ОВД по форме одета. ОВД